Продолжение следует... Друзья, сейчас многие регионы могут просто отделиться и это очень страшно. И что делает правительство? Оно покупает регионы. Это не значит, что регионы заживут лучше. Нет, друзья, этого никогда не будет. Регионы лучше не заживут. Но чиновники получат себе на карманы хорошие деньги. И таким образом, чиновники, когда увидят те самые огромнейшие деньги, которые предлагает правительство, как откуп за то, чтобы эти регионы остались в составе Российской Федерации, то чиновники, конечно, продадутся с потрохами. Чиновники всех регионов, которые входят сегодня в состав России. Итак, в Дагестане в 2020 году 1,2 миллиарда рублей транспортного налога направят на дороги региона. Вы думаете, дороги будут ремонтировать? Но как в Крыму ремонтируют, так и в Дагестане будут. Ничего лучше не будет. Потому что, когда идет расхищение бюджета, то дороги не ремонтируются. Они заплаточками латаются за счет уже местного бюджета. Вот в Крыму это делают за счет своего крымского бюджета. А все, что поступает из бюджета Российской Федерации, все складывается себе в самые дорогие кармашки, которые только есть на теле губернаторов. Власти Дагестана в 2020 году направят на строительство и ремонт муниципальных дорог 1,2 миллиарда рублей и средств транспортного налога, которые республика собрала в 2019 году. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев в субботу на встрече с журналистами федеральных, республиканских и муниципальных СМИ в Махачкале. Это что значит, друзья? Это значит ему уже пообещали эти деньги и он, естественно, рассказывает о том, что эти деньги они собрали в 2019 году. Никакого 2019 года. Это деньги бюджетные выделят из бюджета Российской Федерации. Ну так давайте послушаем, что нам рассказывают те самые чиновники, которые будут продавать свои республики. Мы выделили в минувшем году 771 миллиона рублей, то есть весь транспортный налог, который мы собрали ранее. В 2019 году мы его собрали больше и поэтому у нас в бюджет заложен 1,2 миллиарда рублей. Это только транспортный налог, а мы его весь отдаем только муниципалитетам. Уже второй год и это понравилось. Они дороги открывают, людям хорошо, сказал Васильев. Но это какой-то детский сад. Вы знаете, смотришь, слушаешь и думаешь, они людей за идиотов держат. Они что, на самом деле думают, что люди верят? Или это как в случае с Медведевым, надо сказать, а там будь что будет, друзья, ведь это будет только в будущем. В настоящем нужно присвоить эти самые деньги. И по словам Васильева, 100% сбора транспортного налога в республике власти намерены направить на дороги муниципалитета 2 миллиарда рублей. Мы теперь говорим, что если мы соберем 100% транспортного налога, мы дадим 2 миллиарда рублей на дороге. А это все и скорая, и школьные автобусы, и уровень жизни другой. Вот они, знаете, все стараются, аки пчела, и все для народа. Но народ никак не может оценить их старания, потому что жизнь все беднеет, жизнь более нищая, дороги более расхлябанные, не ремонтируются. Но они отдают, оказывается, смотрите, какой год подряд, а это все ворованные деньги, идут себе в карман. Но какой год подряд они якобы это отдают на дороги, на школьные автобусы, на скорые. Вы знаете, вот говорят о том, чего не делают и никогда не сделают. То есть они, если соберут вообще 2 миллиарда рублей, может быть, им Медведев перед уходом обещал 2 миллиарда, или это уже новый Мишустин обещал. Скорее всего, конечно, друзья, новый премьер обещал такие деньги. И они не применули упомянуть, что, может быть, нам все-таки 2 миллиарда дать. Это такой язык, знаете, эзопов язык, когда чиновники друг с другом говорят языком цифр, но через СМИ. То есть дали Васильеву 1,2 миллиарда рублей, но маловато. Добавьте до 2 миллиарда рублей, и добавят таки, я думаю, Мишустин им до 2 миллиардов рублей. А будут говорить, что они это взяли с налогов собственного населения. Хотя надо еще проверить, куда идут налоги собственного населения. Потому что Дагестан и вообще любая Кавказская республика – это закрытые, буквально закрытые данные, которые никому никуда никогда не показываются. Кроме как правительство может поинтересоваться наверху те, которые сидят головами на республиках. А республики внутри, их задача – укрыть от правительства свои собственные данные. Они могут и больше стащить, но они укрывают это от правительственных чиновников, а заодно и от своих. Знаете, им очень тяжело работается, потому что они между двух огней. С одной стороны свой народ, с другой стороны правительственные чиновники. И вот здесь покрутиться – это нужно иметь. В общем-то, семь пядей во лбу, чтобы выкрутиться из такой ситуации. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, в 2018 году по поручению Владимира Васильева была подготовлена нормативная база и комплекс необходимых мероприятий для обеспечения выделения в 2019 году субсидий на ремонт местной уличной дорожной сети в муниципальных районах и городах республики. В ходе дальнейших проработок и консультаций было решено в муниципалитеты направлять в полном объеме субсидии в размере всех доходов от транспортного налога, сообщается на сайте Министерства. Вот если бы хоть кто-то мог контролировать такие расходы, хоть кто-то смог бы проследить, какие деньги идут на ремонт дорог, где ремонтируется и сколько. Дороги – это такая черная дыра, в которую можно вбухивать сколько угодно, и никто не проверит, потому что якобы невозможно. На самом деле можно проверять все, можно контролировать все, но это если кто-то захочет. А в Дагестане, я так понимаю, что это можно и с собственной жизнью распрощаться и улететь в ту самую черную дыру, и никто о тебе не вспомнит. Поэтому чиновники предпочитают, местные депутаты молчать. Тем более они, наверное, тоже крошки клюют с того же самого стола. Итак, Джокер смеется, Джокер подмигивает и одним глазом, и другим, для того, чтобы поняли, что сейчас чиновников начнут покупать с потрохами. Иначе они разбегутся. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok